Выдав чужой велосипед за собственный, неизвестный заезжает на территорию металлоприемки. С выручкой в 200 рублей мужчина уходит. Примерно в это же время с заявлением о краже в полицию обратилась жительница Кировского района Саратова. Поступила информация о том, что неизвестный гражданин похитил велосипед желто-черного цвета. Нами были отработаны ближлежащие металлоприемки, где одно из металлоприемок было установлено, что данный велосипед находится на месте. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники патрульно-постовой службы установили местонахождение подозреваемого. Отпираться мужчина не стал, но выдвинул свою версию, по которой он просто подобрал брошенное имущество. Я признаюсь вину свою, признаю и отрицаю ничего. Сдал тюрьмин, показал, где что, все. Просто мимо ушли. Все. Стоит, взял, тюрьмин сдал, все. Меня забрали, дай показали, все. Я не воровал ничего, я ни в дом не лазил, никуда, ничего. Нездокомца, жители этого двора, приметили давно. Говорят, подумывали об организации ночных дежурств. Считали, что днем зайти к ним никто не посмеет. Днем выходит мальчишка, часов 12. Я позвонила, говорю, сходи в магазин. Мам, говорю, у нас велик пропал. Ну, все, говорю, украли. Сосед нам говорил, будьте осторожны, у нас вор появился. Ну, я бегом звоню в полицию. Они быстро сработали, молодцы. Я даже не думала, что найдут наш велик старенький. Шансов справиться с велосипедом у злоумышленника было бы гораздо меньше, будь он закреплен противогонным замком. Поэтому обязательно пристегните транспортное средство, даже если оставляете его на несколько минут. Эллада Бжалимова, Анатолий Чернов. Дежурная часть. Саратов.